Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Татьяна, добрый день. Спасибо большое за то, что пришли. И Анастасия Сидельникова, известнейшая московская органистка, я даже скажу так, лучшая органистка, и не только московская, но в стране и известная далеко за ее пределами. Настя, добрый день. Спасибо и вам огромнейшее. Друзья, сразу хочу сказать, вам нас с вами ждет очень интересный час, потому что я очень хочу, чтобы нам Татьяна и Анастасия рассказали и о фонде Бельканта, и, конечно же, обязательно рассказали о предстоящих неинтереснейших мероприятиях, которые мы с вами, по возможности, разумеется, должны непременно посетить. Если говорить о самых ближайших мероприятиях, я знаю, что там готовится детский проект. Сказочный проект, и буквально, что уж говорите, это будет 6 октября, уже вот в ближайшие выходные. Маленький принц, замечательная сказка, и проект, надо сказать, который уже несколько лет успешно проводится с фондом Бельканта. Да, проект уже 4 года, это сказки, музыкальные сказки с песочной анимацией, они начинались как сказки с органом и песочной анимацией, потому что главные концерты, которые мы проводим, это концерты с таким инструментом, как орган. Но так как проект растет, естественно, уже появляются сказки и с оркестром, сказки и с народными инструментами, и самые-самые-самые разнообразные сказки. В этом концерте будет играть замечательно камерный молодой оркестр, и сказку, вечный текст Экзюпери будет читать Евгений Стычкин. Ну, конечно, любимый актер многими-многими-многими. Он читает это у нас не первый раз, мы уже это делали два раза, и в предыдущих концертах принимал участие его замечательный сын, он скрипач Алексей, сейчас он поступил в Бельгию, в высшую школу музыки. Ух ты! И пока его не отпускают, поэтому не смог он приехать на это представление. Но Евгений не сможет присутствовать шестого. Но Евгений будет не присутствовать, он будет читать. Конечно, конечно, он будет находиться на сцене, значит, да? Да, он будет на сцене. Ну, а Анастасия тоже будет задействована? В этом концерте нет. В этом концерте нет, но в каких концертах мы услышим Анастасию, мы обязательно с вами узнаем. Я хочу еще немножко про эти сказки поговорить. Чудесное возрастное ограничение, я посмотрела 3+, то есть это прям самые-самые малыши с родителями могут находиться на этой сказке. Судя по всему, и родителям будет очень интересно. Я думаю, что да. Потому что и музыка такая. Каких композиторов мы услышим? Это будет Бенедетто Марчелло, это композитор эпохи барокко, это будет Антонио Вивальди и Моцарт. Я хочу, чтобы мы прямо сейчас даже посмотрели фрагментики, у нас есть небольшое видео, совсем чуть-чуть. Рисовать будет представительная художница Лилия Чистина, это песочная анимация. Это же все будет происходить абсолютно живьем, что называется, в тот самый момент, это не заранее подготовленная история. Это Евгений Стычкин, который будет находиться и читать ей песочную анимацию. Запустите нам, пожалуйста, видео и звук, мы с удовольствием посмотрим. Татьяна, где все будет происходить? Это будет проходить в Конгресс-центре, этот зал очень красивый, очень комфортабельный, Блихановской академии. Это сам в центре Москвы, в Серпуховской. Что замечательно. Я так понимаю, что это огромнейший экран, на котором как раз все это дело производится. Это очень ярко, эффектно, красиво. Этот проект вами придуман, как и все остальные, организованные фонами Бельканта. Да, совершенно верно. Вообще сказок огромное количество, которые мы проводим, и, безусловно, мы отталкиваемся не только от текста, а, в первую очередь, наверное, от зала. То есть, если мы проводим сказки живой природы в музее Дарвина, то, соответственно, это Киплинг, кошка, которая гуляла сама по себе, Лики-Тики-Тави, это Маугли. И это действительно так или иначе сказки, связанные с миром живой природы и с животными. Если мы проводим в Пушкинском музее, это сказки Пушкина. Проект пользуется огромной популярностью. Какие вы молодцы. Вот, и на самом деле, как бы, проектов, именно направлений вот этих сказочных, их очень много. Мы посмотрим тогда сейчас еще видео, попросим включить, потому что как раз это и, собственно, подтвердает ваши слова, о чем вы говорите. В Декабре стартует у нас сказки, не с песочной анимации, а со светом. Это будет интервейское привидение. Как это? Как это со светом? Это вы придете в темноту и в темно-темном зале. Боже мой, какие-то проекции будут, да? Да, это будут рисовать светом. Это очень интересно. Огромное количество людей, которые сидят в зале, это далеко не 3+, это, например, 16, 17, 18 и 20+. То есть совсем молодые, юноши и девочки, пары, потому что, ну, слушайте, как здорово. То есть, да. Также есть водная анимация Эбру. Да, рисуют на воде. Сказки, например, сказки, связанные с какой-то восточной тематикой, например, Симбад, Аладдин, они у нас Эбру. Это водная анимация. Как вам кажется, вот подобное совмещение, в данном случае, да, этого песочного искусства и классической музыки, они дополняют друг друга? Безусловно. Или, может быть, отвлекают наоборот? Нет, я думаю, в случае сказок они дополняют друг друга, потому что сейчас все визуалы и взрослые и дети. Ну, это правда, да, такое время. Да, поэтому я думаю, что здесь это абсолютное дополнение. Еще у нас есть одна красивая песочная история. Давайте мы ее сразу же тоже посмотрим. Это проект «Звучащие полотна». Ах, вот оно что. Это уже не песочная история. Это проект, который мы проводим в Кафедральном соборе. Он также связан с песочной анимацией или с Эбру. Потому что, например, если у нас звучит музыка пьетцов, мы ее соединяем с произведением Ван Гога. Ван Гога мы воссоздаем с помощью водной анимации. Мы рисуем на черной воде. Это безумно красиво, это очень стильно. Это нужно увидеть живьем, конечно. Самый эффектный, наверное, это «Сезан, импрессионисты» и «Шагал». Очень много художников. Сделано, по-моему, более 30 программ. Это и Кандинский, и Климт, и Дега. Очень много. Буквально 14 октября мы проводим концерт в особняке на Волхонке. Это уникальный, безумно красивый дом с очень красивой историей. Это часть дворца Пречистинского. И там у нас будет танцевать прямо балерина Большого театра Мария Алаш. Будет звучать музыка Мендельсона и Чайковского, и Сенсанса. И будет воссоздаваться песком полотна Дега, голубой танцовщицей и тому подобное. Это завораживает? Это просто волшебность. Вот сейчас тут чуть-чуть фрагмент был Эбру. Вот сейчас он там. Вот это как раз сейчас один кадр из особняка на Волхонке был. Вообще надо сказать, что фонд Белькандар организовывает свои мероприятия на нескольких московских площадках. Очень многих. Наверное, даже не сосчитать. Больше двадцати сколько? Я думаю, что больше тридцати. Больше тридцати даже. Да. Включая и соборы, и храмы православные. Да, безусловно. И концертные залы, и даже Москва-сити. И корабли. Да, кстати. И опен-эйры разной площадки. Да, да, да. И огромное количество музеев, где проходят летние всевозможные. Например, вот Мистерия у нас раньше проходила в Архангельском. Сейчас там идет огромная реставрация, которая должна закончиться к юбилею усадьбы. Надеемся, что закончится. А многие наши зрители сейчас уже увидели даже официальный сайт belkantafond.com. Поэтому нужно обязательно заглянуть туда, найти время, друзья, и посмотреть как раз и о площадках информацию. И о фонде, и о мероприятиях, которые можно посетить в ближайшее время и распланировать так свой график правильным образом. Я очень хочу, конечно, чтобы, Татьяна, несколько слов вы буквально о фонде рассказали. Фонду уже 12 лет. 11. 11 все-таки. Где-то мне попалась информация, что в 16-м году вы отметили 10-летие, юбилей уже такой, да? Да. В общем, о том, как все зарождалось и какие успехи, чем может похвастаться фонд Belkant, мы с вами, друзья, узнаем прямо через коротенькую паузу. Оставайтесь с нами. Лучшее в стране. Программа продолжается, друзья. У нас сегодня в гостях Татьяна Волонская, основатель, художественный руководитель фонда содействия развитию музыкальной культуры Belkant. И Анастасия Сидельникова, известнейшая органистка, потрясающий профессиональный музыкант. Мы говорим сегодня об интересных мероприятиях, которые мы с вами можем посетить. Ну и, конечно, узнаем параллельно вообще о деятельности фонда Belkant. Татьяна, окончила Московскую консерваторию, аспирантору, там и дирижирование, и вокал, потрясающие голосы, блистательная карьера певицы. Принимайте решение основать фонд Belkant. Вот этот самый момент основания, очень любопытно, если можно, коротко, хочется узнать. Наверное, момент основания связан с тем, что... Хотела сделать, принимать решение самой, что можно исполнять. Наверное, это основное. То есть масштабы какого-то исполнять и организовывать сразу. Не только, но и исполнять, чтобы была абсолютно свобода. Что если ты хочешь петь Рихарда Штрауса, ты можешь петь. Да, ты исполняешь. А не зависит от режиссера и... Пригласят, не пригласят, дождать. Или не пригласят, не пригласят, а допустим... Или дали другую роль, другую партию, конечно. Абсолютно, и другую партию, и другой композитор. Наверное, это в первую очередь свобода. Свобода творчества. Замечательно. Так, ну а дальше что? Вот появилось желание свободы. И очень много музыкантов, которые просто влились в эту историю свободы. Стали единомышленниками и пошли за вами вперёд. Но вот... Один из первых проектов, кстати, фонда, на второй год он возник, но тем не менее, достаточно рано. Это был проект музыкового сгнания. На который первый фестиваль приехало просто огромное количество музыкантов со всего мира. Это был самый первый наш проект, и он был совершенно грандиозный. В день было четыре концерта в разных абсолютно местах. Почему в изгнании? Это связано с художником и тоталитарным режимом. То есть, это было очень много музыки композиторов, которые, например, погибли в концлагерях композиторы. Либо они выжили, были освобождены. То есть, вот это, наверное, безумно популярный фестиваль. Он у нас шёл, продолжался пять лет. Это последняя неделя июля. Это было, наверное, самое поддерживаемое прессой, потому что, действительно, это совершенно великие люди. Такой ажиотаж даже. Да. И то есть, огромное количество музыкантов хотели принять в этом участие. И они принимали, и совершенно блистательные имена. Вот это был, наверное, самый первый и очень яркий, очень громкий проект. Но надо заметить, что вы не только классическим музыкой занимаетесь. Анастасия играла, например, музыку Хендемита. Композиторы евреев из Германии. Нацистами. Знакомство, как мы выяснили, друзья, во время музыкальной паузы Анастасии и Татьяна, произошло 10 лет назад. Вы сейчас быстренько подсчитали. Да. Настя, вы уже тогда были известной органисткой. Я 30 лет на сцене. Вы уже тогда и победительница конкурса, в том числе международных, и уже концертирующая, не только по нашей стране, но и за рубежом. Что вам показалось интересно в проекте фон Бельканта? Всё. Всё? Да. Начинает Татьяна. Татьяна очень изумительная личность, яркая, лёгкий в общении человек, умеющий зажечь свои энергии и своими идеями. А я такой сенситивный человек, не только в музыке, а в общении тоже. И я легко на какие-то идеи поддаюсь. Я, в общем, открыто, так сказать, новому, можно сказать. Хотя орган-консервативный инструмент, скажем так. Да, и если идея всё-таки отклик какой-то вызывает, то вот за время сотрудничества у вас всё всегда гладко было? Или был момент, когда Анастасия говорит, ну что, нет, Татьяна, я не буду в это играть. Были такие моменты. Кстати, можно перебить? Да. Это был с самого начала момента. Потому что я принесла ноты Рихарда Штрауса, и Настя сказала, до свидания. Прямо. Я могу объяснить свои до свидания? Сейчас то вам скажу. Потому что орган как бы, вот я уже начала говорить, что это консервативный инструмент. Для него определённый репертуар всегда существовал. Это, в общем, какая глыба из веков. Так вас учили, я думала, консерватория. Ну не только, это определённое мышление всё-таки, понимаете? А сейчас современное время, когда идёт синтез искусств, вот и Татьяна пытается как бы совместить и видеоряд, и художников, и свет, и музыку, и танцы, и всё такое. И художественное слово. Да, очень, да, и слово, и пение, не менее художественное. Вот, и получается, что как бы вот новый тренд образуется прямо на наших глазах, и мы сами как бы в нём участвуем. Конечно. И как бы грех не участвовать в нём, и сидеть глупо, и играть только реминорную токатубаху. Кстати, все очень любят, это хит на все времена. Абсолютно. И приходите, пожалуйста, дорогие слушатели и зрители, они всегда приходят, надо сказать. Но помимо этого, очень много открывается сейчас новых возможностей для инструмента орган в том числе. То есть для такого инструмента... То есть у органа вторая жизнь начинается, можно сказать, благодаря вам, Татьяне. Ну, это немножко экспериментальная жизнь, например, как проекты музыка-кино, которые тоже сначала я размышляла на эту тему, как мы делали фрагменты из разных известнейших фильмов. На органе исполняли. Да, да, понимаете? Поэтому вопросы, конечно, были. Но это в том-то и дело, что это творческий процесс. Да, кстати, когда мы начали музыку-кино, «Голливудская история любви» была первая, саундтрек онлайн-программа, сейчас шедевры мировой киномузыки. Когда мы начинали, действительно, мы перекладывали то, что невозможно было представить, что это может звучать на органе, когда он звучит замечательно, «Девятый врат» и там всё остальное. А сейчас с течением времени появились фильмы, например, «Интерстеллар», да, который написан для органа фактически. Вот как. И сейчас уже появляется музыка. Я думаю, что это они у вас посмотрели 100%. Трансформеры «Интерстеллар», которые звучат просто органично, потому что они для этого написаны. Только там, скорее всего, это записано на электронике, а когда звучит на историческом инструменте, это огромное впечатление производит. Настя, то есть я понимаю, что и ваши какие-то рамки, они полностью исчезли. Расширились. Да, понимаешь, расширились. Да, исчезли, не исчезли, конечно. А есть ещё? Потому что очень сильно, так сказать, сила образования полученного, так сказать, в своё время. Вот. И впечатлений. И, конечно, всё-таки орган, именно почему из «Сказки с органом» даже какие-то детские проекты возникли. Потому что всё-таки это инструмент-оркестр. Конечно. Это инструмент... Да, очень многогранный, очень многозвучный, очень многое могуще показать в звуковом смысле, в образном. Кстати, первый «Маленький принц» был как раз с Анастасией. Да, «Сказки с органом». «Лучшее в стране». На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Программа продолжается. И Татьяна Ланская в гостях. У нас сегодня основатель, художественный руководитель Фонда содействия и развития музыкальной культуры «Бельканта». И Анастасия Сидельникова, известнейшая органистка, пианистка, профессиональнейший музыкант, который принимает участие уже много лет в мероприятиях, в концертах, которые организовывает Фонд «Бельканта». Татьяна, Фонд «Бельканта». Многие, может быть, сейчас посмотрели и подумали, наверное, это всё-таки классическая музыка. Давайте мы сразу опровергнем эти домыслы и скажем, что это не только классическая, это ещё, может быть, и этническая, это и современная музыка, это и фестивали абсолютно различных жанров, и джазовая даже музыка, и объединение с другими видами искусства тоже. Как-то вы прям захватить решили всё. Есть что-то ещё в планах, секреты какие-то такие? Может быть, уникальные какие-то проекты? Мы хотим соединить орган с электроникой. Так. Вот это один из проектов, который, надеемся, что в следующем году мы реализуем. В следующем году. И впервые мы делаем концерт с классическим балетом, и я думаю, что это тоже будет как бы отдельный совершенно пласт, связанный с классическим танцем. Обязательно, пожалуйста, придите к нам в канун, расскажите подробнее. Да, хорошо. Мы пригласим всех наших зрителей и слушателей. Сейчас хочу вас попросить рассказать нам о некоторых проектах, например, вот «Музыка вселенной», что это за действия, которые, к сожалению, мы все пропустили, но не все, может быть, кто-то из зрителей был, и будет ли возможность посетить? Да. Дело в том, что сначала возник проект «Музыка вселенной», и из этого проекта уже вырос новый фестиваль, который называется «Хаббл-фест». И 13 октября открывается «Хаббл-фест-2», то есть это концерт, в котором звучит самая разная музыка, классическая и современная в том числе, и мы видим видео и съемки, сделанные телескопом «Хаббл». Это очень эффектно, это проходит в кафедральном соборе, это невероятно эффектно. И на открытие у нас приезжает блистательный оркестр Игоря Лермана и один из лучших флейтовых квартетов из Испании, «Виндоу». Я тоже хочу посмотреть. Все будет происходить на одной площадке также, да? Именно этот проект проходит на одной площадке, потому что... Нет, он будет проходить достаточно долго, в том числе у нас будет концерт с участием Анастасии «Хаббл-фест» 31 декабря, у нас будет новогодний концерт. 31 декабря! Да, в том числе вот это будет... 13-го я тоже принимаю участие, кстати говоря. Да, и 13-го принимаю участие. 13 октября? Ну, то есть это приблизительно раз в две недели будут совершенно разные программы, то есть и видеоинсталляция либо посвящена «Черным дырам», либо посвящена «Млечному пути», либо «Сверхному звездам», либо просто «Вселенной». Это замечательная история абсолютно. Да, теперь вот еще один проект, о котором я хочу попросить вас рассказать. «Пиросмане шоу», я так понимаю. Да. И «Грузинские танцы» сейчас появятся на ваших экранах. Ну вот, пожалуйста. Это не только «Грузинские танцы», это и «Грузинское многоголосие», мужское, традиционное. Это и «Орган», и «Оркестр гуслиры России». Как вы все как объединили! И музыка специально написана именно для вот этого состава. В том числе там будет участвовать и армянский дудук в этой же программе. И полотна... Саксофон, я вижу даже. Да, полотна «Пиросмане» будет воссоздаваться песком. Очень ярко. Где и когда это будет? Это будет в Конгресс-центре, там же, где «Маленький принц». Это будет 5 ноября. 5 ноября через месяц. И 31 декабря там же. Ох, какая красота! Сколько энергии! 31 декабря очень грамотно, я думаю, посетить такое мероприятие. Да, и 5 ноября. Зажечься, зарядиться для празднования Нового года. Безумно красивый, безумно красивый репертуар у хора. Правильно ли я поняла, что в один день фон Бельканта умудряется на нескольких площадках даже сделать мероприятие? Мы уже узнали, что в соборе будет 31 декабря. Анастасия с концертом на органе. А также можно будет посетить... Кроме того, 31 декабря в том же зале у нас еще будет уникальная программа, которая сейчас готовится. Это будет премьера. Это рок-хиты на шотландских волынках. Боже мой, на любой абсолютно вкус и интерес. И даже для всех национальностей, я бы так сказала. Так, есть же еще рекордные достижения у фонда Бельканта. Да, в прошлом году, 24 августа, мы вошли в книгу рекордов Гиннеса как органный концерт на самом высоком здании. Татьяна, это наша книга или это мировая книга? Это книга европейская и наша книга. Наша само собой, да. Давайте посмотрим, как это происходило, куда мы добрались. Это было на 58-м этаже в башне Империя. Мы туда большим трудом подняли орган. Это очень хлопотная история. Это отдельная история, отдельная программа, как добирался орган до 56-го этажа. До 58-го. До 58-го. До 58-го этажа. 220 тысяч, сколько-то там еще метров. Подсветка, видно. Были ли представители, или достаточно было снять это все просто на видео? Были пять нотариусов, то есть определенное, то есть есть какое-то положение о том, как мы должны все это сделать, поэтому была специальная комиссия. Но вы на этом не собираетесь останавливаться? Мы не собираемся останавливаться, насколько я знаю. По-первых, у нас из этого проекта, началось все с книги рекордов Гиннесса, а переросло в проект классика на высоте. То есть вы просто не стали выносить орган из Москва-сити, я так понимаю? Нет, мы его вынесли и вносили еще несколько раз, но чаще вносили не орган, а оркестр, что значительно проще все-таки внести туда скрипку и все остальное. Но в этом году, мы планируем в 19-м году покорить уже новую высоту. Мы очень рады, что достроена Башня Федерации, и мы поднимемся, по-моему, на 30 этажей выше. То есть уже ближе к сотне туда подбираетесь практически. Да. И повторится тоже... И вам придется ехать в Губай. Правильно, конечно. Но я думаю, что через годик уже, и как раз все будет замечательно. Котенок Бельканте, это что за проект? Идея возникла... То есть у нас есть такой персонаж, который рассказывает детям в доступной форме о музыке, о музыкальных терминах, о... То есть он такой профессор, маленький котенок Бельканте? Нет, он пока не профессор, он еще только учится. И он знакомится со скрипкой, он знакомится со скрипичным ключом, он знакомится с нотками. То есть у него есть масса-масса открытий, как и у всех детей. И на каждом концерте мы дарим детям такую книжку. Сейчас у нас 13 выпусков уже есть. Последний выпуск посвящен, он где он знакомится с органом. А уже написаны 4, сейчас отрисовывают художники уже следующие выпуски. И в конце каждого концерта детского мы дарим детям вот такую книжку. Котенок Бельканта. То есть таким образом, если дети еще не могут читать, а у нас есть проект для совсем маленьких детей, для ползающих детей от полугода. Да что вы говорите! Да, и когда ребенок еще не может читать, допустим, это музыкальные очень интересные программы, они со стихами Чуковского, например. Сейчас у нас будет день рождения Микки Мауса, 18 ноября, ему 90 лет исполняется. И он совсем не дедушка, поэтому с джазовой музыкой 30-х годов мы приглашаем тоже, у нас будут мамы и папы со всем малышами, которые с огромным интересом слушают музыку, музыканты показывают инструменты. То есть это очень успешный проект. Да, наверняка, с сосками, с какими-то своими маракасиками, погребушками. Да, иногда приходится кто-то очень сильно проголодаться и кормить сторонки. Вот, ну, такой вот очень интересный проект. Очень радует, что родители так серьезно относятся к воспитанию своих детей. Да, и в этом случае они получают книжку, то есть, может быть, вот первая сказка, которую они услышат в своей жизни, это будет про котенка Бельканта. Вы очень правильно делаете, вы же прям взращиваете своего зрителя, очень культурного, образованного, тонкого, духовно организованного человека. Друзья, оставайтесь с нами, у нас прям небольшая музыкальная пауза, буквально три минуты, после которой мы продолжим общаться, и обещаю еще посмотрим интересные видео. Лучшее в стране. Друзья, продолжается программа, вот, belkantofond.com, сайт, который, конечно, как мне кажется, должен быть у нас с вами в закладках у всех, в который нужно обязательно заглядывать, смотреть на расписание мероприятий, которые устраивает, учреждает этот фонд, и даже вот с 5 октября, то есть, послезавтра. Ван Гог, Бах, Токата и Фугар и Минор, Вивальди, времена года, Моцарт, маленькая ночная серенада. Шестого гора и равнина, грузинский хор, органы, колесные лиры, мы фрагмент, вот, тоже Грузии, посвященного мероприятия, посмотрели. Маленький принц, чудесная сказка с песочной анимацией, 6 октября, о которой рассказали. Далее, 6 же октября, но, очевидно, уже другая площадка, малый зал Московской консерватории, легенды Ирландии и Шотландии. Вот здесь хочу вас спросить, Татьяна. Про этот проект, и, наверное, попросим запустить видео, у нас есть такая возможность. Я так понимаю, что тоже уже не первый год, но стоит пометочка популярная, то есть, нашей стране нравится музыка Шотландии. Ну, это очень эффектно. Я думаю, что, в принципе, мы не первые, кто соединил орган с шотландской волынкой. Не знаю, но я убеждена, что те, кто посетят это мероприятие... А если говорить вообще о мире в целом, да? А если говорить вообще, конечно, да, что в Шотландии, наверное, это было ещё до нас. Давайте посмотрим ещё видео, которое у нас имеется, и попросим Татьяну и Анастасию рассказать, что это за интересные проекты, и когда мы сможем их с вами увидеть. Включайте, пожалуйста. Фламенко, да. Это у нас такая фотоподборка. Да, очевидно. Планируется в ближайшее время, Татьяна? Да, планируется. Более того, концерты фламенко мы тоже соединили с органом. И можно услышать и органную музыку. Я уверена, что вы это тоже сделали первыми. Да, всевозможные... Фламенко и орган? Фламенко и орган с участием органа, с участием перкуссионных инструментов, например, кастаньеты. То есть всевозможные фанданго, солера, кабанилиса и других испанских композиторов, там, барокко и до барочного периода. Вот это, наверное, очень эффектно. Это, опять-таки, тоже сопровождается песочной анимацией. Вот такой достаточно эффектный проект. Кроме этого, у нас не только есть концерты, связанные с фламенко и с испанской культурой, но и есть концерты танго. Это много программ посвящено классическому вальсу, и, естественно, королю вальса Иоганну Штраусу. Я восхищаюсь вам, честно, Татьяна, скажу. Как такое количество... Восхищаетесь на концерте. На концерте? Да. Ну, правильно, это правда, это действительно лучшая, естественно, благодарность будет от нашего присутствия на этих мероприятиях. Еще одно видео. Хочу, чтобы мы с вами посмотрели и прикоснулись еще к одному проекту прекрасному. Вот это как раз... Бал. Да, это Штраус-бал. Сейчас он планируется у нас 23 октября в Пушкинском музее, в Пушкинском литературном музее, который находится на Пречистенке. Боже, какой восторг. Да, это очень красиво. Это будет погружение вообще в какую-то сказку. Да. Зрители здесь не танцуют? Нет. Нет. Они просто любуются. То есть это не венский бал, это именно концерт. Но, судя по глазам... Бывают программы, только связанные с музыкой Эггана Штрауса, вот как будет 23-го. А иногда в концертах звучит и музыка других композиторов, рожденных в Австрии. Например, Моцарт. Тоже может звучать в таких программах. Татьяна, сколько человек в фонде Бельканта содействовано? Вообще существует это какая-то цифра? Или это каждый раз варьирующие меняющиеся? Вы имеете в виду с исполнителями? Да, с исполнителями, с музыкантами. Четыре или пять тысяч человек. Я знаю, что и прием у вас ведется периодически. То есть каждая творческая единица, тот или иной музыкант, художник. Буквально вчера у нас был концерт, посвященный Дню пожилого человека, в котором фактически первый раз принимал участие вокальный ансамбль, рожденный в стенах Московской консерватории к Антикум-фесту. Вот даже как. Да, то есть очень много молодых коллективов, которые создаются и принимают участие в программах. Есть определенный раздел на сайте вашем, как раз где можно творческому человеку оставить свое резюме. Да, свое резюме, заявку. Дэм, какие-то записи, видео. И в дальнейшем есть возможность стать участником уже мероприятий, концертов, которые организует фонд Бельканта. Еще есть и лекции. Есть лекции и есть экскурсии. Да. Есть экскурсии, связанные напрямую с концертом. К сожалению, у нас нет такого... Это лекции Александра Майкопара, блистательного музыковеда. Человека, представляющего просто... Это лекции тоже проходят где-то в зале. Это лекции абонементы, да. Вот сейчас они будут в зале Архиповском салоне. И в особняке на Пушечной, в концертном зале. И лекции посвящена музыка старых мастеров. То есть это... Но надо сказать, что это же лекции не для студентов консерватории. Это лекции образовательные, которые могут посвятить абсолютно для всей семьи. Это люди далекие от музыки даже, так назовем. И они безумно любопытные, потому что не так давно вышла монография Александра Евгеньевича, посвященная... Вы, кстати, вот видите сейчас портрет Моцарта. И произведение, которые... Те ноты, которые находятся на этой картине, это единственный экземпляр, который дошел до наших дней. Не что, было говорить. Да, это его Анданте. Больше этих нот не сохранилось. И у него целая монография, посвященная изображению, нотному какому-то изображению на том или ином полотне. Например, у Караваджо, к примеру. Это, конечно, очень интересно, потому что действительно это знаток. Что касается экскурсий. Пользуются ли они популярностью? Да, они пользуются популярностью. Есть экскурсии, например, где мы рассказываем о том или ином особняке. Вот в данный момент экскурсовод рассказывает об особняке на Пушечной, о его истории. И после этого как раз все люди, которые пришли на концерт, они, да, кроме этого, еще узнают... О, что говорит, то есть это такая совмещенная история, получается, и посещение концерта. Сейчас экскурсия начинает жить совершенно самостоятельной жизнью. Вот мы видим бальный зал в особняке на Пушечной. Есть экскурсии с Кафедрального собора по Цитровке, по старинной Москве. Проходит такая демонстрация после концертов, да, по Ивановской горке. А кроме того, у нас еще есть новый проект, который буквально прошло два концерта этого проекта. Называется «Променад концерты». Это совершенно такая новая история. Мы попробовали ее летом. Сейчас, в это воскресенье, у нас будет концерт, променад, вот этот концерт. Звучать будет музыка Рахманинова, симфонические танцы для двух роялей. А экскурсия, то есть публика приходит в зал и отправляется на экскурсию с музыковедом. Их в данном случае поведут по тем местам, которые так или иначе связаны с Рахманиновым, и с местами написания данных музыкальных сочинений. Через 45 минут они возвращаются в этот же концертный зал, они пьют чай, где могут задать вопрос музыковеду. После этого они поднимаются в бальный зал, который вы только что сидели, и там слушают музыкальную программу. Сколько по продолжительности занимает, например, подобное мероприятие, когда и экскурсия, и еще концерт? То есть, я думаю, наверное, где-то с 16 до 18 будет, то есть 2 часа мы укладываемся. Ну, вы какие молодцы, да. То есть это абсолютно... Обязательно целый день для этого не выделяется. То есть это и прогулка... Нет, 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 это... Друзья, небольшая прогулка у нас с вами музыкальная, и вернемся обязательно в студию. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Ну, я, ну, конечно, абсолютно заслуженно и оправдана в программе «Лучшее в стране». Сегодня находятся мои замечательные гости, основатель, художественный руководитель Фонда содействия развитию музыкальной культуры Бельканта Татьяна Ланская и Анастасия Сидельникова, московская известнейшая российская органистка, пианистка. Это, как выяснилось, вот только что во время паузы музыкали на самом деле уникальное соединение, скажем так, да. Конечно, совсем не каждый пианист и органист, как выяснилось, еще и далеко не каждый органист, это человек, способный играть, да, очень хорошо и круто, но фортепиано. Настя, вы, помимо того, что обладательница там наград различных, участница конкурсов и гастролирующая артистка, и участвуете очень во многих концертах Фонда Бельканта, вы еще и преподаватель, вы преподаете игру на органе. Детям, это, в общем, достаточно удивительное дело, во всех смыслах слова. Вы одна это делаете вообще, или еще есть несколько человек? Нет, есть педагоги, сейчас это тенденция, это тренд на самом деле, да, это очень интересно. На самом деле детское музыкальное образование, я думаю, что есть в таких масштабах, как сейчас только у нас в стране. И я в свое время стал лауреатом гранта президента в 13-м году именно на развитие вот этой тематики, на развитие мастерской юного органиста, так называем. У меня есть сборник, у меня есть много учеников, сейчас уже новые, причем это, в общем-то, малыши, это третий класс музыкальной школы. А как они попадают в ваши руки? Это, как правило, все-таки воздействие родителей, которые побывали на концертах Фонда Бельканта на вашем выступлении. Ну, бывают по-разному. И побежали скорее-скорее. И по-разному, и в школе многие знают, что вот мне удалось в свое время организовать наличие инструмента в музыкальной школе, мы купили органы. Ой, какой орган. Да, поэтому это уже сама по себе заинтересовывает. Вот, даже маленький человек, когда сидит чем-то другим занимается, видит этот закрытый инструмент, говорит, а что там внутри? Вот даже вчера пришлось открыть. Вау! Вот, поэтому это им, конечно, очень интересно. Хотя, казалось бы, такой взрослый инструмент, но он настолько интересен для всех, мне кажется, что это привлекательно. И помогает молодому человеку развиться еще больше, чем занудное играние гаммов на фортепьян. А тут он изучает разные регистры, какие-то кнопочки. Получается, что это и сложнее инструмент, чем фортепьян? С одной стороны, он сложнее, конечно, даже со многих сторон, естественно. Он сложный инструмент, это физически нужно обладать определенными даже параметрами. То есть у ребят, у них маленькие ножки не достают, а на органе ногами играют, да? Нужно доставать до клавиши. Мы сначала начинаем ручками, потом ножками смотрим, то да сё. Вот, поэтому это целая большая кухня, в которой очень много можно рассказывать. Анастасия, как вам кажется, есть ли шанс у органа стать очень модным инструментом в нашей стране? Знаете, он стал уже, давно стал. Это самые модные инструменты на стране, я считаю, самые привлекательные. Потому что, как правильно Татьяна сказала, это, в общем, во-первых, диковин достаточно. Мне кажется, да, со времён Петра Первого, когда скоморохи играли на каких-то подобиях на улице маленьких органчиков, мне кажется, особого и не было его развития. В основном это церковный инструмент за рубежом. У нас он представлен в основном как концертный инструмент, так сложилось исторически. И не так много было инструментов. В 20 веке стали строиться новые инструменты, сейчас появляются. Они все разные, они все в разных залах. А строятся ли, делаются ли эти инструменты в нашей стране? В нашей стране есть самоучки, есть такие, так сказать, кулибины, что ли, которые сами делают какие-то инструменты. Но такого, чтобы органные фабрики и вот такие известные органы фирмы, у нас этого нет. У нас всё-таки как-то эта культура не развита. Дорогой, наверное, инструмент органок я сейчас задумываюсь. Это очень дорогой инструмент, потому что это делается штучный инструмент под параметры зала, из дорогих пород дерева, из дорогих пород металлов, специальные сплавы, специальные знания, специальными людьми, которые тоже, так сказать, штучные эти люди, которые владеют вот этим искусством органастроения. Ну, получается, что детки, которые учатся у вас, Анастасия, они дома не имеют возможности заниматься, делать домашнее задание. Они занимаются на рояле, потому что у бога рояля и орган всё-таки есть объединяющий. Начало это клавиши белые и чёрные, по которым можно, собственно говоря, текст разучивать. То есть не страшно, если у определённой семьи нет дома органа, но они могут себе позволить обучение на этом инструменте спокойно. Конечно, они занимаются в школе, те, кто они разучивают на пианино, на рояле, у кого там что есть, даже на синтезаторе. А какие-то такие параметры, которые только инструмент может показать, мы делаем в классе уже на органе. Ну, наверное, и что касается органистов, в нашей стране меньше возможности дальше себя реализовывать. Или я ошибаюсь? Но всё-таки, если ты пианист, ты можешь даже оказаться в какой-то группе музыкальной, в конце концов, на клавишах. Сейчас возможности больше реализации, потому что сейчас много как раз так называемых иноверческих церквях, много восстановленных инструментов. Тоже Петра и Павла, исторический инструмент стоит в соборе, где формируют. Там тоже концерты проводят. Да, это изумительный инструмент. Зауэр, фирма XIX века, исторический. Это как скрип по Страдивари, такие бывают среди органов фирмы, которые представляют собой ценность неимоверную. Это вот такой инструмент в соборе святых Петра и Павла на Солянке. Потом появляются электронные инструменты, аналоги, так сказать. Вернее, они цифровые инструменты, в которых внутри записано звучание настоящего инструмента, настоящих его тембров. То есть это не электронный, там нельзя его принижать. Он в настоящей акустике, он сейчас играет, в общем-то, такую же роль, как настоящий духовой огромный инструмент. Это очень развилось сейчас. Да, у нас такой орган появился, мы такой орган приобрели. Это орган Half Work. Мы являемся, то есть у нас есть носители лицензии, то есть мы имеем право, то есть это очень ограничено, кому не дают право на концертное использование. Это орган, то есть сочетание новых технологий и истории. То есть записываются сэмплы, звучание органа, например, Нотр-Дам, например, собор Святого Марка и любого органа. Единственное, что, наверное, в течение концерта мы можем играть только на одном инструменте, потому что настроить сразу же, допустим, два инструмента почти невозможно. Поэтому зрители могут прийти, то есть они фактически могут совершить путешествие по соборам мира. И услышать реальное звучание инструмента, который стоит где-то в Париже. Оно записано в акустике, всё. И вот мы сейчас на этом органе, то есть там было очень много уже концертов на этом органе, но впервые мы на нём сыграли рок-хиты. Потрясающе. Да. Будет ли повтор этого события, концерта, на котором... Обязательно. Не могу сказать пока, когда точно, но повтор будет. Ну, мы знаем сайт, друзья, belkantofond.com, и там подробнейшая информация есть. И, кстати, билеты заказывать тоже на этом сайте нужно только, да, я так понимаю. И у нас есть подписка на 50-процентную скидку любого человека, поэтому... Ох, привлекательная история. Да, и ещё можно уйти с книжкой про котёнка Бельканта. Я очень хочу ещё задать вопрос о последней сегодняшней нашей встрече. Что касается аудитории, Татьяна, вот 12-11 лет назад, да, когда вы всё начинали, появлялись первые проекты, когда к вам через два года присоединилась потом Анастасия, Настя, поделится своими наблюдениями. Публика, она меняется? Меняется. Молодеет, может быть. Она молодеет. Взрослеет. Когда мы начинали, это всё-таки была публика меломанская. То есть это была публика, которая ходит в Московскую консерваторию. Сейчас у нас огромное количество людей, которые, наверное, не знают, что такое консерватория. И тем не менее они приходят. Они приходят, например, на проект «Хаббл-фест», а слушают они классическую музыку. То есть они слушают 80 минут Иоганна Себастьяна Баха. Получается просветительский эффект. Да. Помимо прочего, помимо развлечения, да, получения удовольствия, это ещё и просвещение. Или, например, кто-то придёт на полотна «Шага», как они воссоздаются именно в данную минуту, и слышат музыку римского-корского, мусоргского, и, наверное, никогда бы не пошли слышать мусоргского и чайковского. А так у них есть такая возможность. Это замечательно. Ты согласна абсолютно. Есть отзыв, извиняюсь, в Инстаграме, когда человек написал, господи, ужас, оказывается, я люблю оперу. То есть, понимаете, не ожидала для него это было такое. Да, но это оценка, это такая очень серьёзная похвала, я думаю, что и такое глобальное изменение в жизни человека. Настя, буквально тоже несколько слов попрошу вас сказать. Да, ну я согласна с Татьяной. Дело в том, что вот фонд Бельканта, к счастью, представляет и популярные программы, которые позволяют человеку, который вообще не сведущий, просто увидев имя в Вивальде или такатор и минор, прийти на этот концерт и уже тем самым уже начать внедряться, так сказать, в искусство, в музыку. И позволяет другому тому же меломану, который увидит там слово хендемид, который пугает до сих пор некоторых, прийти именно конкретно послушать вот именно пласт музыки, который, может быть, для неподготованных слушателей был бы слишком сложен. Или же синтез вот этого видеоряда или космоса или чего-то привлечёт третьего слушателя, которым будет интересен этот синтез и которым будет интересно, как работает видеоряд, как вот эти миры, там, Божье Око, да, вот в этой Вселенной, как оно сочетается с музыкой. А кто-то придёт просто в собор послушать орган, вот на слово орган кто-то придёт. То есть, понимаете, в общем, широкий охват получается. А кто-то придёт на тайне сломанка и услышит орган. И услышит орган. То есть вот эти сочетания именно вот с органом, именно я о своём, так сказать, о девичем, они дают очень большой широкий разворот в сторону публики. А кто-то придёт со своим полугодовалым ребёночком и тоже в это время услышит уже и классическую музыку, и познания какие-то получат из музыкального мира. Я хочу выразить вам свою благодарность, дорогие мои Татьяна, Анастасия, восхищение вашим талантом и, конечно, вашим проектом. Я хочу фонду Белькантов пожелать только процветания. Только ещё больше зрителей, поклонников. Ну, вы, правда, делаете, на мой взгляд, очень большое, важное, красивое, невероятное дело. Друзья, сайт belkantafond.com. Мы там с вами теперь поглядываем, смотрим, выбираем для себя интересные мероприятия, концерты. Ходим, просвещаемся, получаем удовольствие. Ну, а вас я буду очень рада видеть ещё, Татьяна Анастасия у нас в гостях. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо за приглашение. Программа «Лучшее в стране». До встречи. До свидания. Лучшее в стране.